Вы сотрудник органов, правильно? Вы следователь. Без комментариев. Но если вы не следователь, почему прикидываете двери? Я говорю, без комментариев. То есть я могу просить вас отойти от двери? Нет. Почему? Ну потому что без комментариев. Вы на каком основании нас не пускаете? Если вы сотрудник следствия, правильно? Тогда вы нас можете не пускать. Если вы просто гражданин, пожалуйста, отойдите. Я директор этого помещения представился. Он переписал мои данные. Скажите фамилию, имя и числа. Я представляю каждому вашему сотруднику. Меня как не просят. Я могу показать свое удостоверение. Пожалуйста, вот оно. Не скрываю. Вот, пожалуйста, удостоверение с журналисткой. Пожалуйста. Почему вы не представляетесь? Хорошо. Вы тоже запрещаете нам заходить? В смысле? В смысле запрещаете, заходи туда? В помещение. Вам же следователь здесь была, она же дала запрет. Говорит, давай я дам. Давай я сейчас дам комментарий. Алло. Я никак не знаю следователя. Я пока со мной не знаю. Но вы же зашли, вы снимали все. Нет, это же прошла какая-то женщина. Что-то сказала, я не слышал. Ну вот стоял рядом директор. Вы в данном случае кто? Могу я вас спросить. Ну кто вы просто? Скажите. Я журналист канала, ютюб-канала Накипело. Накипело ТВ. Скажите. Очень хорошо. Мы работники. Вы работники. То есть у вас несколько человек. Да. Кто с вами еще есть? Ну подождите, вы же обязаны представляться. Ну просто как обязаны представляться. Мы сюда не зашли. Я сюда зашел, тоже не представился, а зашел. Вы работники чего? Может быть. Работники органов. Так а что вы стесняетесь, пацаны? Работники органов внутренних дел, правильно? Да, вы проводите законные действия. Что вы стесняете? Вы проводите законные действия? Законные. Так ну на представьтесь. Выполняется решение суда, которое находится следователем. Абсолютно правильно. Вы понимаете, что мы оперативные работники, можно не представляться. Подождите, пацаны. Вы спрашивали, сказали без комментариев. Вы смотрите. Вы человек неизвестный. Слушайте, пацаны. Вы человек неизвестный. Вы сказали, вы вообще не знаете. Мы не знаем, кто вы вообще в принципе. Вы просто зашел с улицы и стыдете перед дверью. Так как вы человек сильный, наверное, вы нас не пускаете. Вот человек с нами идет на контакт, я с ним разговариваю. На какой контакт-то? Ну, отвечайте на наши вопросы, я к этому спрошу. Вы со мной общаетесь на камеру, я с вами на камеру общаться. Но вы гражданин Украины? Так, каждый из нас, по-моему, гражданин Украины. Вот, совершенно правильно. Сейчас я нахожусь, исполняю свою рабочую обязанность. Поэтому я имею право снимать. До момента, пока вы не закончите свою рабочую деятельность. Снимайте. Там в 2-лога-дубертура. Если бы вы были просто граждане и сказали, я с ним хочу, чтобы вы меня снимали. Я вам сказал, что я оперативный сотрудник, и меня снимать не нужно. Я не сотрудник общественной безопасности. Вы в должностной лице. Каждый из вас должностное лицо. Нет, вы имеете гражданские права. Вы должностное лицо. Вы при исполнении служебных обязанностей. Вы только что сказали, что гражданин имеет право сказать, что я не хочу снимать, а оперативный работник не имеет. Не имеет. Потому что он должностное лицо. Но он не гражданин. Получается. Но он не гражданин, получается. Что каждый гражданин имеет право снимать. Но они уже все равно снимают. Но пускай снимают. Для того, чтобы впоследствии опротестовать его в каких-то там органах. Для того, чтобы не было дело сломы. Вы закрываете нам возможность пройти в помещение. Почему? Это как раз пишет. Сейчас выйдет, закончится следственное действие, и вам всем дадут ухвалу на ознакомление. Она одна. Я генеральный директор компании «МоторИмпекс» с 2008 года. Руковожу предприятием. На предприятии работают 35 человек. Это 35 семей, 35 жен, 35 детей и более-более. Я обеспечиваю работой эти 35 человек. Предприятие занимается на 100% импортной продукцией гидравлической для предприятий Украины. На сегодняшний день мы насчитываем у себя в поставщиках 3,5 тысячи заказчиков. Среди этих заказчиков находятся такие предприятия, как КБ Морозова, завод имени Малышева, Житомирский бронетанковый завод, Винницкий ремонтный бронетанковый завод и так далее. Для этих предприятий мы поставляем комплектующие для производства бронетехники, которая на сегодняшний день прямо с колес, конвейера идет в зону АТО. Сегодня в 10 часов утра к нам пришла следователь Томенко Наталья Сергеевна, комитет Морозова, праведело или как назвать, праведело. И обвинила нас в том, что мы используем нелицензионную программу С1-7-7. Это бухгалтерская программа. Бухгалтерская программа, да. Я сказал, что мы этой программой давно не пользуемся. Но лицензия на эту программу у нас есть. Мы пользуемся на сегодняшний день программой С1-8. Это более новая программа, более усовершенствованная программа. Программа С1-7 – это старая программа. Но лицензия, когда мы ей пользовались, у нас есть. Я предоставил эту лицензию. Есть подтверждение компании «Телур», которая является дилером программы С1 в Харькове. Есть письмо, что эта программа куплена официально, с лицензией и со всеми надлежащими документами. Претензии? Претензии. Я не знаю, в чем претензии. Следователь говорит, что она в этом ничего не понимает. И она готовит постановление об изъятии бухгалтерских компьютеров. Хотя такие проверки проводятся на месте. Следователь приезжает со специалистом, который открывает компьютер, смотрит номер лицензии, сверяет с документом и говорит, у вас программа стоит лицензионная, либо нелицензионная. У нее задача – изъять компьютеры, остановить работу предприятия на 30 дней. А что это значит? Остановив работу предприятия на 30 дней, мы срываем поставки на предприятия КБ Морозова, завод имени Малашева, Житомирский бронетанковый завод, Винницкий бронетанковый завод и еще много оборонных предприятий. Я считаю, что это просто провокация. Это просто провокация направлена против Украины. Вот смотрите, я принесли лицензию на предприятие S.7.7, вот это называется лицензия на программу S1. Вот на нее лицензия. Это следователь не останавливает, она намерена изъять бухгалтерские компьютеры для того на 30 дней, чтобы остановить работу предприятия. Остановка работы предприятия тянет за собой остановку 3,5 тысяч предприятий по Украине. Это оборонные предприятия, это предприятия тяжелого машиностроения, это предприятия металлургии, где льется броня для Азовсталь. К нам следователь пришла уже с готовой ухвалой. К нам не приходили проверки, нас не проверяли, нас не предупреждали. Следователь пришла с ухвалой сюда. Поэтому я в этом просто вижу, просто-напросто провокацию. По остановке Украинского оборонного промо. Здесь речь не сказано о том, чтобы, как все слова, в своем постановлении принимают решение. Изъять или не изъять? Она должна указать причины по изъять. В таком случае, кто будет указывать эти причины, если изначально говорится о том, что здесь нет экспертов, которые могут определить это? Следователь, она, получается, в момент проведения следственной действия, она главная, она под свое все ответственная. То есть, вы говорите о том, что следователь компетентен разобраться, то ли это информация, которая ищется по этому? Хорошо. А можно тогда позвать следователя, для того, чтобы она на сейчас дала какие-то комментарии по поводу? Хорошо. Фролов Артем Володимирович. Внизу до какого числа? Десятого или девятого? Могу заявить ваше удостоверение недействительное. Мы сейчас вызываем по горячей линии прокуратуру. И будем разбираться. Вы знаете, почему ваше удостоверение недействительное? Вы знаете или нет? Нет. Вообще, сотрудник правоохранительных органов или кто вы? Да, и сотрудник. Это вот у человека, у него новый вид удостоверения. Это был приказ министра внутренних дел. Документы, которые че-то... Подожди, подожди. Ну, печати мокрой здесь нет. Ну, это директор вынес, он сказал... Здесь есть... Вот, это фигня. Это фигня. Это фигня. Это хорошо. Это к вам. Вопросы, вы на основании ее проводите какие-то действия? На основании чего? На основании чего? Вот я спрошу. На основании чего? Ухвалы. Ухвалы. Где? Вы проводите какие-то действия по копии ухвалы? По копии? Вы раздеваетесь? Слышите меня? У директора есть мокрой печати копий, он это вынес для журналистов. Попросите, он вынесет, он получит. А кто там находится? У вас задача разобраться или просто навестить здесь? У нас задача контролировать правоохранительные органы, чтобы иметь пшенелы, как говорится, беспредел. Вот это наша задача. Назовите статью, по которой вы отказываетесь нас туда пропускать. Закон Украины о полиции, о Конституции, о защите прав человека, ничего здесь нет рядом? Или вы только закон о полиции знаете, если знаете? Хорошо, статья закона о полиции, в отношении которой я не могу зайти в помещение. Я вас спрашиваю. Не можете ответить? Молчите, не знаете? Ну вот пожалуйста, это наши правоохранительные органы доблестные, которые ни статьи не знают, ни закона, ничего. На каком основании вы запрещаете мне войти в коридор? По распоряжению следователя. По какому? Кто такая следователь? Какое она имеет право добавить на распоряжение? Вам звезды подарили или лучи? Здравствуйте. Проводить какие-то мероприятия не представляются. Те люди, которые представились, представляются недействительными удостоверениями. Мы пытаемся зайти для того, чтобы осветить, вмешаться в эту работу, потому что есть все признаки какого-то заказного, заказных действий, непонятно чем обоснованных, потому что те претензии, которые ставятся, они вообще в принципе отсутствуют на предприятии. Говорится о том, что предприятие работает по нелицензионной программе. Этой программы в принципе отсутствует. И руководство предприятия показывает все документы, что у них нет такой программы. Национальная безопасность Украины выявил про коррупцию, про коронавирусную. Видите, почему вас вызвали? Тут проводятся какие-то действия. То есть, как говорят, работники, если они работники полиции, обыск делают. Ну, изъятия. Почему не проводят обыск? Хорошо. Проводят обыск. То есть, кто проводит, опять же, у людей нет неудостоверения, они не по форме. Единственный человек, который смог объяснить, что, не объяснить, он смог, а просто предъявить удостоверение, которое здесь хоть как-то можно объяснить на каком-то основании находится, это вот человек, который, давайте, пройдемте сюда. У этого человека, у этого человека, подождите, не, 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 никуда вы подождите, мы еще не говорили. Стойте, вы кто такой? Вы кто? Вы кто? Проверьте у него, пожалуйста, документы. Это вымога моя, я гражданина Украины до вас. Вы с кем разговариваете? Удостоверение недействительное. Оно старого образца. Приказом министра внутренних дел Авакова специально было поменено удостоверение, чтобы отличить сепаратиста от суммливного выполнения своих обовязков. Вот эти, они уже, это было опубликовано. Закон Украины наступает с момента опубликации. Вот 31 декабря до 2016 года у нас не будет действовать положение. Не, 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 мы если зайдем, подождите, куда вы зайдите, там никого не пускают. На каком журналисты? Никто еще, никто не имеет права препятствовать. Мы не препятствуем, да, никто не имеет права. На это будет записано на них тоже жалоба и заявление, потому что я являюсь журналистом. Они по статье 171 Криминального кодекса Украины перешкоджают мои профессиональные деятельности. Вот, поэтому на них потом еще будет составлено заявление. А сейчас я требую, чтобы мы с вами прошли, мы вмешиваться не будем, мы будем как наблюдатели, как понятые там. У нас есть подозрение, что это какая-то коррупционная схема, какой-то договорняк. Они забежали, никого не пускают, непонятные абсолютно люди, кто он такой? Непонятные коррупционные схемы, но следственные действия могут происходить, они не имеют права разглашаться. Они не будут, нет, они, смотря как его, предупредят, не переживают. И мы хотим увидеть, что там все законно проводится, что без нарушений. Мы не хотим зайти вместе с вами. Тем более эти действия осуществляются на втором этаже, а это просто коридор, то есть не пускают, просто в коридор. Безосновательно. Не могут объяснить, почему, зачем, на каком основании, на какие, представьте, ни статью, ни закона, ничего. То есть, ну, полный ноль. Вот встали, как, не знаю, кто здесь на дверях, и все, не пустим, и все. Кто вы такие, чего вы тут стоите, волы вы попускали и стоят. Я все понимаю, я должен зайти все равно. Я понимаю, ну, мы хотим зайти вместе с вами. Я хочу. Мы же открытая полиция для... Мы открытая, я понимаю. Вы тоже пойдете, вам там, смотрите, сейчас, одну секунду, одну секунду, постойте. Давайте, давайте мы зайдем. Подождите, давайте, мы зайдем и там поговорим. Потому что он позвонил следователю, он с ней договорился по телефону при мне, что говорить, что как, кто подниматься, чтобы нас не пускали. И все, вы сейчас заходите. То есть, ну, вы опять же сейчас зайдете. Есть подозрение, что вы там договоритесь. А мы здесь стоим непонятно как, почему. Давайте мы зайдем все вместе. Мы будем стоять возле двери, мы не будем ни мешать, ни заходить. Мы имеем на это право полное. Если нет, мы еще будем... Нет, конечно, потому что это незаконно. Мы не будем препятствовать. Мы не будем препятствовать. Я, ну, в законе как написано, что запрещено препятствия. Мы имеем право находиться. Это копия постановления суда, чтобы вы ее копии. Это не является документом. Это не является документом. Не перебивайте, она сделана... Я думаю, это не является документом. Она сделана человеком, у которого проводится обыск. Он сделал ксерокопию для того, чтобы прийти и рассказать ее журналистам. Оригинал с мокрой печатью, в котором он расписался, лежит у него наверху, где он проводил, он ее уже куда-то подшил, сказал. Оригинал этого есть. Это он сам на свое усмотрение сделал ксерокопию, чтобы мы не носили тут неясность, что это... Ну, это не является документом. Ну, не является сейчас наверху, он будет оригинал. Вот наверху оригиналы будем смотреть. То есть, ну, а мы требуем... Это наше законное требование. Пройти и присутствовать. На самом деле документа нету. Не кричите, пожалуйста. Нет, давайте мы пройдемте, подождите. Мы сейчас будем говорить. Так что, я позвоню. Да нет, пусть позовут. Не надо звонить. Я все прекрасно понимаю. То есть, вы понимаете, что происходит? То есть, мы приехали, нам поступил звонок, что приехали работники, вроде бы, как полиция, осуществляют непонятно какие действия, потому что они объясняют. Стали на дверях, никого не пускают. Люди без формы, со старыми образцами удостоверения. Один человек, который в форме и с удостоверением, он отказался что-либо пояснять нам. То есть, нам ничего не оставалось дела, как заявить в полицию, вызвать вас и зафиксировать эти нарушения. Мы вызываем следователя, сейчас он должен спуститься, да посмотрим, проверим документы. Должны быть предъявлены какие-то. Так вам покажут, честно, все. Я понимаю. Пусть выйдет, покажет. Покажи. Ну пойди возьми постановление одно, покажи. Так а зачем постановление? Нет, так подождите. Тут не само постановление. А кто проводит и как проводит? Законно они или нет? Я имею право туда подняться, не препятствовать, просто как наблюдатель. Не проводить видеосъемку я не буду. Я просто как наблюдатель. Я сейчас провожу и имею право сейчас проводить. Так сейчас тоже иду следственные действия. Где? Где проводит? Стой проводит. Здесь по всему зданию. Постановление суда выписано на все здания. Хорошо, стой проводит. Вы уже снимаете. Стой проводит. Видите сами себя следовать. Промойте, следовать. А я, пожалуйста, то, что я делаю. Правильно. Пока мы здесь находимся в этом помещении. Там все, что считаете. Так вы точно так же можете... Я спокойно абсолютно. Так что, если мы зайдем, мы зайдем все вместе. Если нет, давайте как-то приходим. Мы будем заходить все вместе. На текущий момент возле двери не пускают ни нас, ни полиция. Прекрасно. Нет, нас пускают. Нет, извините, пожалуйста, полицию пускают. Нас пускают. Хорошо, стадия, закон, аргументируйте то, что вы делаете сейчас. Почему я, как журналист, на специальные журналистские расследования не могу подняться и убедиться, что с сотрудниками полиции, не ведя при этом видеосъемку и не вмешиваясь в процедуру, вообще убедиться, что там находятся сотрудники правоохранительных органов, у них есть удостоверение действующее, они в форме, потому что они обязаны быть в форме. Если мы поднимемся, там все будет к законам. Оперативная служба не обязана носить форму. Следствие? Оперативная служба. А кто проводит? У нас на правоохранительных. Да нас вообще с нами не хотят разговаривать, ничего нам показывать, никуда не пускают, ничего абсолютно. Полтора часа. Представьте, пожалуйста, еще подразделение ваших, пожалуйста. Управление о захвате экономики. Управление о захвате экономики. Национальной полиции. Национальной полиции. Фамилию, скажите, пожалуйста. Фролов Артем Владимирович. Фролов Артем Владимирович. Было возбуждено уголовное дело по непонятным основаниям. Сейчас приехал представитель фирмы, у которой мы закупаем оборудование. Это программное обеспечение. И она полностью подтверждает, что у нас лицензионное программное обеспечение, что тот человек, который написал заявление, он уже не работает на той фирме, причем не работает уже более года. Полиция, пожалуйста, восстановите личность этих людей. Что они, что они здесь делают. Девушка, вы следователь? Полиция, кто это? Остановите их. Не, не, не. Конечно, показывайтесь, но представьтесь. Вы кто? Да здравствуйте, здравствуйте. Вы кто? До свидания. Вы кто? Иди давай, мальчик. Ломаете? Полиция, видели? Пойдемте, пожалуйста. Царапина. Я не буду. Смотрите. Все, я буду составлять заявление на порушеводение журналистской деятельности. Вы понимаете, да? Процессуальные документы перед камерами. Я не имею права показывать. Понимаете? А вы не процессуальные, вы представьтесь, кто вы такая вообще на экране? Послушайте, я представлюсь сотрудником. Вас я вижу первый раз, поэтому отойдите, пожалуйста. представился сотрудника я уже представился они знают кто я мужчина с камерой давайте я вам представлюсь и мне представить давайте покажите пожалуйста удостоверение пожалуйста смотрите девушка с кем не разговаривать еще раз я чувствую себя какой-то просто звездой пожалуйста вы будете смотреть или нет куда не отходить никуда мы не будем полиция хорошо вы не туда не будете отходить а вы кто сначала представить она есть я вам ее показано камеру уберите вы кто вы кто послушайте вы полное право имейте дома порнуху снимает сейчас следственное действие у нас происходит ну сотрудникам сотрудникам полиции и мне если вы я да я хочу давайте пожалуйста что шла в метр 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 дорога пожалуйста оставайтесь там вы издеваетесь это мере постановление суда пожалуйста не будем это что это за беспредел полицейский вы будете так спросите у нее удостоверение что она вам показывает на каком основании вы меня сейчас снимаете на каком основании я вам буду пока следствие не лезу я хочу если вы следователь вы без формы вы вообще непонятно в каком виде вы обязаны быть непонятно в каком виде в каких туфлях вы понятно но это мое личное дело я не провожу никаких профессиональных действий никаких обысков не провожу так тогда покиньте территорию которую я приятного я приятного она сейчас покажет документы которые имеет данную следствие без камеры а все остальное а я имею право знать я буду заявление писать не надо знать на кого писать я вас где-то видел я журналист да здрасте пускай она покажет без камер какие у нее есть документы а все остальное я не имею права показывать на камеру конечно могу не удостоверение не будет а почему почему а я вас первый раз вижу я вам предоставлю а мне я вас документы не прошу молодые люди ну не прошу же я вас документы хорошо шанова одна хвилынка она пришла в Минти да она пришла в Минтидаке она пришла в Минтидаке это статистка 71-го Криминального кодекса Украины я буду писать на нее заяву она хватало крутил объектив возможно ее убило а все все я могу с государственной мовой разговляться ничего особи а вы тоже можете приблизите бежать посвященн а я вас не знаю а я вас не знаю потому что это не нужно снимать на камеру а кто это решил нужно ли оно хорошо да давайте так понимаете тоже когда если не предъявляется достоверение что его фотографировать снимать это тоже нельзя я не повторюсь меня я хочу никуда не проедем пока не разберемся а ну вы здесь не указывайте что нам делать пожалуйста вы тут тоже не указывайте что делаете что нужно нам вы хотите узнать кто это конечно что они здесь сделали я проверю мы хотим проверить На законных основаниях здесь проводился какой-то обыск или нет? Для этого есть компетентный орган и прокуратуры, которые проведут проведение. Работники милиции пытаются отвезти сейчас работников полиции. Милиции нет, молодой человек. Милиции нет, я говорю так, чтобы всем было понятно. Все знают, что милиции нет, есть полиция. Мы только что-то сказали. Милиция пытается отвезти полицию. Все все поняли. Мы все здесь на месте, никто никуда не уходит, никуда не убегает. Пока не будут выяснены эти люди, кто они, что они здесь делали. Для того, чтобы мы дальше понимали, на кого писать, там, обращения, заявления, жалобы. Я же к вам подошла, вот я вам все показываю. Они начинают снимать. Это работа наша. У вас есть своя работа? Есть, я выполняю. Вы должны выполнять свою работу. Ну, то есть, а так же и мы. Понимаете, все сейчас выполняют свою работу. Давайте мы сделаем свою работу, вы дальше будете делать свою работу. Хорошо, да, но мне надо, чтобы установили личность этой девушки, которая препятствовала моей работе, потому что я буду... Послушайте, я вас трогала? Да, вы хватали меня за камеру, это все снято, и есть свидетель. А больше вас ни за что не хватало? Ну, слава богу. Саня, ты не нравится девушка. Ну, не в моем. Слушайте, ну вы тоже явно не в моем. Слава богу. Слава богу. Хорошо, что вы друг друга не в отпусках. Давайте продолжим наш диалог. Давайте, установите личность этих людей. Нет, мы никуда не пойдем. Послушайте, я слушаю, вы сухо горло нос или что? Я, я не имею права. Так а вы имеете право меня сейчас снимать? Имею, имею. На основании журналистского расследования. А я не знаю, кто вы, я ваши документы не смотрю. А я вам показывал, это ваше... Я вам показывал на камеру, при свидетелях. Хорошо, давайте. А куда вы уходите? Да не туда, вот здесь. Понимаете, нужно достоверить личность человека. Смотрите, 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 смотрите. Смотрите, смотрите. Вы видели? Ну вот, пожалуйста. Это, скажите, пожалуйста, это следственные действия? Это работники... Что было? Да гоняйте! Что это было, ребят? Это выписки на ест. Кого вас будет под калома по бездействию? Что это было? Что, бля, мужики? Оу! Прикол какой-то. Ребята, это мать. Вы будете сейчас кричать и говорить сейчас, кто нам куда бежать и куда делать. Да я не говорю, я прошу вас действовать. Вот, мы будем действовать. Да подождите, молодые люди. Ответьте вы теперь на вопрос, кто вы есть на самом деле. Вы все начали исследовать. И почему, почему тебя за соседовость убежало? Это что, это правоохранительные органы? Хотите подвозить? Да не надо подвозить, вы и так все уже увидели. Это интернастский евроотдел, они сказали, что сейчас еду туда, там у них все дела. Да вы отпустили вообще непонятно кого, вы просто, это ваше бездействие. Вы показали, вот к чему привела реформа полиции. Ни к чему, ребята. Был какой-то беспредел, вообще непонятно, что они делали. Можете объяснить, почему они уехали? Вы беспредел. У нас есть у них, у вас новый. Покажите, пожалуйста, свое. Я не могу. На камеру, на камеру я не могу. Я не буду снимать. Я вас научу отличать. Обратите, пожалуйста, внимание на ваше удостоверение. У вас есть ЮА, голограмма, которая должна быть у всех новых удостоверений. У них ее нет. У них ее нет на удостоверениях. Это старые образцы. Они непонятно кто, они, может, какие-то сепаратисты, бандиты. На второй, ну, здесь может быть то же самое. Но вот этой голограммы нет. Она отличает действительную от недействительную. Вы у них хотя бы проверили, посмотрели. Сейчас мы это не смотрели. Вы даже не знаете, как отличить старую от новую. Да, может быть, мы чего-то не знаем. Это же... Поэтому мы вам помогаем. Я понимаю, если следователь была поиск умерти, она обязана потребоваться делить у вас с умерти. Правильно? Конечно, правильно. У меня вопрос к вам, ребята. Извините, конечно, нескромный вопрос. Будет неприятный. Но тем не менее. Почему удостоверение так и не было предъявлено? Вот вы, представитель полиции. Объясните мне. Ну, ответ может быть неполный. Может быть, у вас не совсем устроят. Потому что инспектор, или кем она является, она не хотела показывать его на камеру. То есть по инструкции на камеру, либо на фото, видео, фиксацию. Согласен. Удостоверение не предъявляется. Мы же просили, мы не будем снимать. Я это озвучивал несколько раз. Я вас просил, проверьте у нее документы. Вы даже документы у нее не проверили. Она не могла. Она говорит, что я не могу предъявить. А вы не добились законности. Она даже не представилась, кто она. Даже устно не сказал. Сейчас вы видели, подъехала машина, ее засунули туда и все, убежали. Этого не сказала вам. Это бездействие, это ужас, это кошмар. Сейчас мы будем ехать в райотдел и там дальше разбираться, кто здесь был. Ладно, по моему мнению, значит, здесь происходили явно противозаконные действия. 30-35-06, 34-85, 34-88 и 35-04-04. Вы уже услышали? Мы можем тогда от вас отобрать пояснение, потому что вы здесь были, нам нужно понимать вашу сторону, что вы здесь делали, что здесь происходило. Конечно, пояснение все напишем.